Здравствуйте, Виктор Борисович. Только что закончился чемпионат России. Можете кратенько подвести итоги, как на первый взгляд, как вам итог? Сегодня получилось, есть ли какие-то, может быть, проблемы в тех видах? Мне, например, почему показалось, что все-таки позитивные результаты этого чемпионата? Ну, я хочу вам сказать, давайте так вот, просто начнем по всем дистанциям, я могу пройти, но самое главное, это начнем с таких дистанций столбовых, как мужской мраз, начиная от 30-100 и 200, до последнего момента держал напряжение. Кто мог подумать, допустим, что когда третий результат в мире показывает, пригода показывает результат, 2-0-8 проходит, там, сутками, проходит, и, казалось бы, это 100% человек отбирается на Олимпийские игры, тем более, когда Олимпиаду выиграли из восьми немножко, кажется, 2-0-7-7-4 призер был у нас Чубков. И когда в финале разворачивается то, что выиграют как раз Чубков и Хоменко, выигрывают и пригода не попадает, или пригода устанавливает на 50 брас, и потом вдруг он не попадает, проиграют и 50 брас совершенно другому спортсмену, это Чубков получается, и вы понимаете, все это напряжение, на сотню до последнего напряжения. Четыре человека выполнили норматив. Да, да, но я вам хочу сказать здесь, что еще. Когда остановились на заплыв, то в порядках всех брасистов полуфинала и все становится, 7-8 человек, это бывшие чемпионы мира или Европы по юношам, это вот как раз начался зрел. То же самое такое напряжение было на спине, хотя Рылов явно лидер, там все, но посмотрите, какие блестящие результаты показывал Колесников 2000 года, какие результаты показывает Рылов, какие результаты он рекорд Европы установил, украсил в соревновании. Смотрите, как проплыли. Пусть спинисты проиграли Шабасов и там Ульянов, но это спинисты класса очень высокого, понимаете, это наши тоже ребята, которые я верю в них, я их знаю хорошо с детства, понимаете. Это все прошли люди, которые прошли через наши руки, которые мы смотрели их, мы знаем их, мы тренеров знаем, и это приятно. Немножко разочаровал, может быть, Дельфин пока мужской, но там зато выиграл мальчик, который еще на юношеской группе Ткуимов 99-го года с Тарстана просматривается. Это здорово. А как он его постановил юниорский? Да, и знаете, здесь еще один момент, вот Кроль берем, мы там, и, конечно, ярко выступает Красных, 3-45, это очень высокий, это 1-400. У него был 800 вчера, удивился М-54, когда он выиграл. Да немножко устал, наверное, сегодня. Да, и вторым, когда были там, да, он подустал немножко здесь, но говорит о потенциале. Конечно, венцом таким было, сегодня выиграл Морозов 100-кроль, понятный, там идет смена. Я думаю, мы очень удивили в эстафете первым этапом врывов 48-48, это очень потрясающий результат, я думаю, для спиннистана. Очень приятно это было, но сегодня разыгралось, когда Морозов бьет мирового уровня, показывает, что можно чемпионат мира выиграть с результатом 21-44, когда он устанавливает рекорд России, и вдруг вечером он проигрывает Седову в последнем заправе 27-74, это, конечно, тоже потрясающе. Это интригия такая получилась. Да, потрясающе, конечно, зрелище. Седов вернулся в сборную, по-моему, можно сказать, все уже. Будем надеяться, что он, наконец-то, головой встал на место. Вот, что относится девочек, то, конечно, просматривается, давайте мы начнем с эстафеты 4 по 200, которая конкуренция оказала, мне очень приятно, Гуженкова, например, удивилась здесь, она когда зарубилась Поповой на 200-кроль. И Гуженкова где-то 2-3 года, как она пропала, она была у нас в Дубае на чемпионате мира и была ярко выступала. Потом были проблемы с Вьесом, когда перее... Сегодня я очень рад за нее, потому что я ее очень ценю, и вообще, знаете, я к ней вот отношусь с большим почтением. Что относится к роли 4 по 200, я сказал, что это может претендовать на медали, и команда очень перспективная. Далее потом, ну, естественно, Ефимова подтвердила высочайшие классы, даже разговора может не быть здесь. Она подтвердила лучшими результатами в сезонном мире здесь, мы можем говорить, только радоваться за нее. Что относится к спине, то ярко выступила здесь Егорова, который будет представлять нас на юношах, мы решили, наверное, скорее всего, будет Фесикова на полтиннике отобралась, Устинова. Это, Дарья, я считаю, один из лучших результатов, по-моему, я сейчас точно не помню, но, по-моему, еще один из лучших подсезонов в мире пропала Устинова. Устинова, да, да. На 200 на спине. Это все говорит о том, что, конечно, вот этот потенциал высочайший. Дельфин, конечно, выделяется Чемрова. Чемрова добавила на выходах, надеживает нас вот эти все вещи, которые будут находиться из ярких. Мы разговаривали с Насерединовой Розой. Я считаю, Насерединовой Розой немножко все-таки надо перейти на другой уровень сегодня спринта. Мне кажется, что есть такая возможность, они тренируются вместе с Чубковым. Я думаю, у них совершенно другие задачи. В общем, в целом, я думаю, вот если брать вот это все, то, что находится. Потом, конечно, я доволен о том, что достаточно отобрался команд из опытных. Это Изотов отобрался, доказал свой класс. И, конечно, меня порадовал Довголюк, потому что я знаю этого мальчика тоже давно уже. Он давно помшел к своему звездным участку. Да, шел к своему. Но я вам хочу сказать, такой конкуренции с Красных. Все-таки Красных сейчас, конечно, выделяется. Выделяется, а он ему такое показал. И чуть-чуть только не хватило. Часых соток не хватило. Вы знаете, и в Длинном Кроле вроде бы ничего. До Уженина Павропов 15-03. Сегодня это четвертый результат сезона в мире, на всякий случай. Так все равно. Я понимаю, что у него еще время не пришло, но достаточно хорошо выступил. Вот, в принципе, я так, может быть, никого я так не забыл. Я что хочу сказать. Но комплекс можно похвалить. По-моему, Осипенко, по-моему, тоже продвинулся. Вернул свой уровень 15-го года. Секунг проплыл, да, 4-16. Уровень финала где-то в порядках 4-14. Ну, будет и скоро к этому. Может быть, появится. Может быть, да, быть. Вы знаете, мы обнадеживают то, что очень много девочек, которые проплыли. Вот, допустим, мы посмотрели девчонок 2000-го года, 2001-го. А четвертого года третье место Собитого. Четвертого, Собитого, да. Это очень приличный, очень приличный результат. Знаете, я вам хочу сказать, надо просто, хотелось бы сказать, что у нас впереди очень много соревнований. И команда участвует, юношская команда, чемпионат Европы, юношский, первенство Европы, вернее, чемпионат, юношский чемпионат мира. Потом будут у нас еще Олимпийские дни Европы, будут команды выступать. Самая главная будет, основная команда, это чемпионат мира в Будапеште, универсиада будет, у нас хорошая команда на универсиаду поедет, мы видим это. Я хочу сказать, надо просто, хочется всем и зрителям, и корреспондентам нашим, и всех руководителям сказать, чтобы они бережно относились к команде, к спортсменам и тренерам, и к тренерам особенно, потому что очень много в последнее время их обижают, не заслуживают. У нас очень хорошие тренеры, и не надо говорить о том, что где-то лучше. Поэтому давайте пожелаем удачи, я думаю, мы будем радовать, а если нам еще окажется хоть маленькую поддержку, будем творить чудеса. Спасибо. Спасибо вам большое.